Не надо преувеличивать, я думаю, что у Медведева есть еще срок, который он должен отработать. И об этом официально президент заявил, что рано еще судить по результатам 7 месяцев. Хотя, конечно, больше, чем 7 месяцев прошло, уже, по-моему, 9 месяцев прошло. Ну, неважно. Значит, по результатам еще рано судить. И посмотрим дальше. Поэтому я-то лично думаю, как политолог, что Медведев останется на посту премьера до 2015 года. Может быть, даже до 2016 года. Но в 2016 году Путин сделает все, чтобы Медведев ушел. Это уже точно. Значит, и задача вообще заключается в том, чтобы обнулить Медведева, чтобы у него не было никаких шансов выдвигаться на пост президента в 2018 году. Вот это главная задача. И вдобавок, чтобы это был технический премьер, который выполнял все указания президента. Потому что все время Медведев претендует на некую самость. На то, что он может выйти за рамки технического премьера. Вот две задачи, которые ставит перед собой на самом деле президент. Более того, еще-то есть третья задача, чтобы появился бы козел отпущения, который можно было бы использовать в нужный момент, когда экономическая ситуация резко ухудшится. И вот с этими задачами все и готовится. А Кудрин на самом деле, он просто некий визави, контрагент, человек, который, во-первых, раздражает Медведева, его появление Медведева сильно раздражает. И, во-вторых, он явно некая альтернативная программа Медведева. Он говорит, я не буду заниматься полумерами, полуреформами. Как сказал Кудрин, я буду заниматься реальными реформами. Я не буду отлынивать от работы, я буду работать по-настоящему. Но для этого нужны некие прерогативы. Вопрос заключается, готов ли Путин дать эти прерогативы, потому что не затрагивает политическую сферу. Потому что с точки зрения Кудрина невозможно проводить реформы, не затрагивая политическую сферу. Только вместе с экономическими реформами надо проводить и политические. Я не уверен, что на это согласен Путин. И там была одна маленькая фраза о том, что он предлагал проводить реформу, связанную с тем, что вместо денежного вознаграждения заменяет все остальные статусные вещи. Это все провалилось. Поэтому надо учитывать интересы социальных слоев, как сказал Путин. В любом случае, по двум пунктам, социальная база, с одной стороны, и политические реформы, они очень расходятся. Поэтому я не уверен, что Путин предложит пост Кудрину. Он может ему предложить только в том случае, если экономическая ситуация станет абсолютно безнадежной. Тогда Кудрин возникает как своеобразный экономический шойку, как спаситель. Тогда да, если мы будем рушиться, то ему могут предложить этот пост. Но только в этом случае.